часть 6 западная философия и наука карл юнг поиски истины без наставника карл юнг 1875 1961 был учеником фрейда но впоследствии основал собственную школу психиатрии наибольшую известность юнгу принесли исследования в области бессознательного а также его твердой убежденность в необходимости философии религии и мистицизма для понимания природы человеческого мышления юнг сказал об учении зигмунда фрейда следующее для фрейда сексуальность значила явно больше чем для других людей для него она была чем-то вроде религии ясно одно фрейд который всегда подчеркивал свою нерелигиозность теперь создал собственное вероучение в котором на место бога ревнителя которому не было место в его взглядах был помещен другой неодолимый образ сексуальность шрила прабхупада да это так он возвел сексуальность в ранг бога принимать чье-то лидерство наша естественная склонность и фрейд просто отверг лидерство бога и принял лидерство секса если мы примем лидерство кришны мы обретем совершенство быть последователем кого-то или чего-то другого значит быть последователем майи иллюзии несомненно мы всегда за кем-то следуем и хотя фрейд не хотел признавать этого на деле он сделал своим кумиром секс и как следствие постоянно о нем говорил те кто следует за господом говорят лишь о боге и ни о чем другом дживерас варупахая кришнера нитья даса согласно философии чайтаньи махапрабу все мы вечные слуги бога но стоит нам забыть об этом мы попадаем в услужение к майи ученик юнг понимает ум как некое сочетание сознательного и бессознательного или подсознательного и задача человека состоит в том чтобы объединить их например если человека одолевают сильные сексуальные желания он может сублимировать их направив в русло искусства или религии шрила прабхупада это наш метод сексуальное побуждение от природы свойственны каждому кто находится в материальном мире но если мы думаем о кришне обнимающем радаране или танцующим с гопи наши сексуальные побуждения сублимируются и слабеют если человек слушает из авторитетного источника об играх кришны и гопи вожделение в его сердце подавляется и он обретает способность заниматься преданным служением ученик это пример того что юнг называл интеграции или индивидуализации когда подсознательное и сексуальное побуждение преобразуется в сознательную творческую деятельность направленную на осознание бога шрила прабхупада мы должны понять что кришна единственный пуруша единственный наслаждающийся помогая ему наслаждаться мы тоже получаем наслаждение он наш властелин а мы подвластны ему на материальном уровне если муж хочет насладиться женой то должна добровольно способствовать ему в этом и поступая так она тоже испытывает наслаждение подобным образом верховный властелин верховный наслаждающийся это кришна а живые существа те над кем он властвует и кем наслаждается если живые существа согласны помогать кришне удовлетворять его сексуальные желания они тоже становятся наслаждающимися ученик что подразумевается под сексуальными желаниями кришны шрила прабхупада можете назвать это удовлетворением его чувств кришна верховный повелитель чувств и когда мы помогаем ему услаждать чувства мы естественным образом участвуем в этом наслаждении сладкие расогулы существуют для того чтобы ими наслаждаться расогулы разновидность восточных сладостей рука кладет их в рот чтобы язык ощутил их вкус после чего расогула отправляются в желудок рука не может наслаждаться расогулами непосредственно кришна единственный кто наслаждается непосредственно остальные делают это косвенно доставляя удовольствие кришны остальные также испытывают удовлетворение видя что счастлив их повелитель подданные тоже испытывают счастье ученик психологи утверждают что подсознательное часто действует через сознание но мы об этом не подозреваем шрила прабхупада до подсознательное существует но проявляется не всегда иногда подобно пузырьку внезапно всплывающему на поверхность пруда у человека появляется некая мысль вы можете и не знать почему она всплыла но можно предположить что до этого она существовала в подсознании а теперь внезапно проявилась в сознании эта мысль внезапно возникшие у человека не обязательно связано с его текущим состоянием она подобно фотографии из альбома ум делает множество таких снимков и они хранятся в подсознании ученик юнг смог разглядеть в душе неустанное стремление к свету и писал о том насколько нестерпимо для души пребывание во тьме он отмечал подавленность в глазах примитивных людей и какую-то грусть в глазах животных юнг писал в глазах животных прячется печали мы не можем с уверенностью сказать присущи ли она просто душе животного или же это горькое послание идущее к нам из глубины их существа шрила прабхупада да естественное положение каждого живого существа включая человека быть слугой каждый ищет себе какого-то хозяина это наша естественная склонность часто можно видеть как щенок ищет защиты у какого-нибудь мальчишки или мужчины ибо это его естественная склонность он словно говорит приюти меня сделай меня своим другом свою очередь мальчику или мужчине чтобы стать счастливым тоже нужен покровитель ибо такова наша природа родившись в теле человека и обретя развитое сознание мы должны принять своим покровителем и наставником кришну в бхагавадгите господь говорит что если нам нужно прибежище и руководство мы должны обратиться к нему сарва дхарман паритья джа мам экам шаранам в раджа это заключительное наставление бхагавадгиты ученик юнг сказал бы что наше представление о кришне как о верховном отце и причине причин является архетипическим и его разделяют все люди в каждом человеке заложены представления о существовании верховного отца изначальной причине всего сущего все представляют его по-разному но архетип один шрила прабхупада да один и тот же кришна бог является верховным отцом у отца много детей и поэтому все люди дети бога давшего им жизнь это представление существовало повсюду во все времена ученик юнг считал что раз нашей личности управляет столько подсознательных факторов мы должны постараться разобраться в них в противном случае мы в той или иной степени будем оставаться рабами своей подсознательной жизни задача психоанализа раскрыть как можно больше аспектов подсознательной жизни и позволить нам их увидеть шрила прабхупада именно этому мы и учим мы утверждаем что сейчас наша душа спит и стараемся пробудить ее пожалуйста проснись пожалуйста проснись ты не тело ты не тело пробудить можно только человека но не другие живые существа к примеру дерево тоже обладает сознанием но она настолько заковано в материю что его нельзя пробудить к сознанию кришны однако человек обладает развитым сознанием которое может проявляться по-разному низшие же формы жизни в той или иной степени погружены в сон ученик в отличие от фрейда который был ориентирован на секс юнг в какой-то степени был ориентирован на духовность в своей автобиографии воспоминания сны и размышления юнг пишет я обнаружил что все мои мысли вращаются вокруг бога притягиваемые к нему неодолимой силой подобно тому как планеты вращаются вокруг солнца я чувствую что совершил бы страшный грех если бы стал препятствовать этой силе юнг считает что все создания частицы бога но каждая из них уникальна и индивидуально он пишет человек отличается от других существ он не обезьяна не коровы и не дерево он человек но что значит быть человеком подобно другим существам он осколок безграничного божества шрила прабхупада такова и наша философия мы неотъемлемые частицы господа подобно тому как искры частица огня ученик далее юнг пишет в своей автобиографии покорность позволила мне снискать благодать человеку следует полностью ввериться богу не заботясь ни о чем кроме исполнения его воли в противном случае все глупо и бессмысленно шрила прабхупада замечательно предание себя богу это и есть настоящая духовная жизнь сарва дхарман парить яджа предаться богу значит принимать то что благоприятствует служению ему и отвергать то что неблагоприятно преданный убежден что господь всегда защитит его преданный кроток и смиренен и считает себя одним из членов семьи господа таков подлинный духовный коммунизм коммунист думает я член общества но правильное понимание таково что я член семьи бога господь верховный отец материальная природа мать а живые существа дети бога живые существа есть повсюду на земле в воздухе в воде нет сомнений в том что материальная природа это мать и исходя из нашего опыта нетрудно понять что без отца мать не может произвести на свет дитя глупо думать что ребенок может появиться на свет без участия отца отец необходим и высшим отцом является бог человек обладающий сознанием кришны понимает что все мироздание духовная семья которую возглавляет верховный отец ученик что касается личности бога юнг пишет следующее согласно библии бог является личностью он него всего мироздания подобно тому как я эго своего духовного и душевного бытия да индивидуум осознает собственное тело но не тела других в теле помимо индивидуальной души или сознания находится также сверхсознание параматма или сверх душа пребывающая в сердце каждого эта тема обсуждается в бхагавадгите 13.3 кшетра джнам чапимам видхи сарва кшетри шубхарата кшетра кшетра джна йордж нанам яд тадж нанам матом мама знай же что я знаю все тела а понимание природы тела и знающего тела называется знанием ученик вспоминая трудности с которыми юнг столкнулся пытаясь понять личность бога он пишет но здесь таилось серьезнейшее препятствие личность со всей очевидностью полагает наличие отличительных черт отличительные черты это нечто конкретное отличное от всего остального иными словами имеются в виду конкретные специфические черты но если бог все сущее то как он может обладать отличительными чертами какова же природа этих отличительных черт и какова природа его личности шрила прабхупада природа отличительных черт бога трансцендентно они материально например он очень добр к своим преданным, и эту доброту можно считать одним из его качеств или отличительных черт. Все качества или черты, которыми мы обладаем, лишь незначительное проявление качеств и черт Господа. Господь – источник всех качеств. В шастрах, в священных писаниях, говорится, что Бог тоже обладает умом и чувствами, что Он тоже способен испытывать эмоции, ощущать, наслаждаться. В Нем все это проявлено в безграничной степени, а поскольку мы неотъемлемые частички Бога, мы обладаем Его качествами, но в незначительном количестве. Источником всех этих качеств является Бог, а в нас они проявляются в незначительном количестве. Согласно ведам, Бог является личностью, но эта личность безгранична. Мое сознание ограничено одним телом, а его сверхсознание пронизывает все тела. Я – личность, заключенная в одном конкретном теле, а Он – сверхличность, пребывающая во всем сущем. Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите 2.12, что индивидуальность Бога и индивидуальность отдельных душ существуют вечно. Кришна говорит Арджуне на поле битвы. «Не было такого времени, чтобы не существовал Я, Ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать. И Бог и живое существо вечно остаются личностями, но личность Бога безгранична, а индивидуальная личность ограничена. Господь обладает неограниченной силой, богатством, славой, знанием, красотой и отрешенностью». Вот в чем состоит разница между этими двумя личностями. Ученик. Юнг обнаружил, что ни философия, ни теология не способны дать ясного представления о личности Бога. Он пишет. «Чем занимаются все эти философы, удивлялся я. Очевидно, что они знают о Боге лишь понаслышке». Шрила Прабхупада. «Да, у нас к ним такая же претензия. Философам, которых мы изучали, так и не удалось дать людям ясного представления о Боге. Поскольку они лишь строили догадки, трудно ожидать от них конкретной и ясной информации. Что же касается нас, то мы обладаем ясным пониманием Бога, поскольку просто используем знания, которые дал миру сам Господь. Знатоки Вет признают Кришну верховной личностью, и у нас нет никаких причин спорить с этим. Нарайана, Господь Шива и Господь Брахма обладают качествами Бога лишь частично, но Кришна обладает ими во всей полноте. Рупагасвами подробно описывает это в Бхакти Расамрита Синдху, которая в нашем переводе носит название «Нектар преданности». В любом случае Господь – это личность, и изучая качества, присущие людям, мы можем получить некоторое представление о качествах Бога. Подобно тому, как мы наслаждаемся взаимоотношениями с друзьями, родителями и другими людьми, Господь тоже наслаждается различными взаимоотношениями. Существует пять основных и семь второстепенных видов взаимоотношений, в которых живое существо может находиться с Богом. Поскольку живое существо испытывает наслаждение от этих взаимоотношений, Господа называют Акила Расамрита Синдху – вместилище всего наслаждения. Не нужно строить догадок или пытаться представить себе Бога. О том, как его постичь, Кришна сам рассказывает в Бхагавадгите. 7.1. Майя-сакта-манах-пардха-йогам-юнджан-мада-шраях, а сам-шаям-самаграм-мам-йет-хаджна-с-йас-йет-ач-чхирну. А теперь, у Арджуна, услышь о том, как занимаясь йогой, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня. Вы можете узнать о Боге, всегда оставаясь под его покровительством. Или под покровительством его представителя. Так, вне всяких сомнений, вы сможете в совершенстве постичь Бога. Никаким другим путем этого достичь невозможно. Ученик. Юнг проводит различия между теологами и философами. Он пишет, «Теологи хотя бы уверены, что Бог есть, хотя и высказываются о нем самым противоречивым образом. Существование Бога не зависит от наших доказательств. Я считаю, что Бог – одно из самых бесспорных и непосредственных переживаний, по крайней мере для меня». Ширила Прабхупада. Да. Это трансцендентная уверенность. Человек может не знать Бога, но понять, что он существует, совсем несложно. Мы можем попытаться изучать природу Бога, однако в его существовании нет никаких сомнений. Любой здравомыслящий человек в состоянии понять, что им управляют. И кто же им управляет? Верховный повелитель – это Бог. Таков вывод здравомыслящего человека. Юнг прав, утверждая, что существование Бога не зависит от наших доказательств. Ученик. Юнг продолжает вспоминать о своих ранних духовных поисках. «В окружающей меня тьме я не мог пожелать ничего лучшего, чем найти настоящего живого гуру, превосходящего меня знаниями и опытом, и способного высвободить меня из плена моих непроизвольных фантазий». Ширила Прабхупада. Да. Согласно наставлениям Вет, для того, чтобы получить совершенное знание, необходим гуру. Тадвиджна наршхам сагурум эвабхигачет. Гуру должен действительно быть представителем Бога. Он реально, а не просто в теории, должен видеть и чувствовать Бога. Нам нужно обратиться к такому гуру, и тогда, вручив себя ему и служа ему, и смиренно вопрошая его, мы сможем познать Бога. Веды провозглашают, что постичь Бога сможет лишь тот, кто обрел крупицу его милости. В противном случае человек может продолжать строить догадки на протяжении миллионов лет. Кришна утверждает в Бхагавадгите. 18.55. «Постичь меня, верховную личность Бога, таким какой я есть, можно только с помощью преданного служения». Метод Бхакти включает в себя Шраванам Киртанам Вишну, слушание и воспевание славы Господа Вишну, или Кришны, и постоянное пометование о нем. Сататам Киртаян Томам. Преданный всегда прославляет Господа. Прохлада Махарадж говорит в Шримад Бхагаватам. 7.9.43. «Наевадвиджа пара дуратьяя вайтараньяс, твадвирья гаяна махамрита магначитах. О величайший из великих! Я совсем не боюсь жить в материальном мире, поскольку где бы я ни находился, мой ум всегда поглощен мыслями о твоей славе и деяниях. Сознание преданного всегда погружено в безбрежный океан игр и качеств Верховного Господа, и это приносит ему трансцендентное блаженство. Духовный учитель дает своему ученику наставление, следуя которым тот сможет всегда оставаться в океане сознания Бога. Тот, кто действует под руководством очарьи, духовного учителя, знает о Боге все». Ученик. В 1938 году правительство Великобритании пригласило Юнга принять участие в юбилейных торжествах в Калькуттском университете. По этому поводу Юнг писал «К этому времени я уже много читал об индийской философии и священной истории и был глубоко убежден в огромной ценности восточной мудрости». Во время этого визита Юнг встретился с неким выдающимся гуру, но избегал так называемых святых. Он пишет «Я поступал так, потому что должен был прийти к собственной истине, а не принимать от других того, чего не смог постичь сам. Если бы я попытался научиться чему-то у святых и принять их истину как свою собственную, это было бы сродни воровству». Шрила Прабхупада. С одной стороны, он говорит, что нуждается в гуру, а с другой, что не хочет принимать его. Несомненно, в Калькутте было много лжегуру, и Юнг мог встретить каких-то гуру, которые ему не понравились. В любом случае без гуру не обойтись. Это абсолютно необходимо. Ученик. Что касается сознания после смерти, Юнг полагает, что после смерти личность должна снова возродить тот уровень сознания, который был у нее прежде. Шрила Прабхупада. Да, и в соответствии с этим сознанием она получает новое тело. Таков процесс переселения души. Обычный человек видит лишь грубое материальное тело. Но это тело сопровождают ум, разум и ложное эго. Когда телу приходит конец, они продолжают существовать, хотя увидеть их невозможно. Глупцы думают, что со смертью все заканчивается. Но ум, разум и ложное эго, составляющие тонкое тело, переносят душу в новое тело. Это подтверждается в Бхагавадгите, где ясно сказано, что сознание продолжает существовать даже после разрушения тела. В соответствии со своим сознанием, личность получает новое тело, в котором сознание вновь начинает формировать свои следующие жизни. Если в прошлой жизни человек был преданным, то после смерти он снова станет преданным. Когда материальное тело разрушается, то же самое сознание начинает действовать в новом теле. Поэтому мы видим, что одни быстро принимают сознание Кришны, а другим для этого нужно некоторое время. Это говорит о том, что сознание переходит из жизни в жизнь, несмотря на смену тел. К примеру, Махараджа Бхарата сменил много тел, но его сознание осталось неизменным. И он по-прежнему находился в полном сознании Кришны. Мы можем каждый день видеть какого-то человека, но не способны непосредственно увидеть его разум. Мы можем понимать, что человек разумен, но непосредственно увидеть его разум мы не можем. Наблюдая за человеком, который говорит, мы понимаем, что речь – проявление его разума. Но кто сказал, что когда грубое тело умирает и не может больше говорить, разум умирает вместе с ним? Грубое тело – это инструмент, с помощью которого мы можем говорить. Однако не следует думать, что со смертью грубого тела разум тоже перестает существовать. Наханьете ханьяманэ шарьирэн. После разрушения грубого тела и ум и разум продолжают существовать. Поскольку для того, чтобы действовать, им необходимо новое тело, они создают его. Это называется переселением души. Ученик. Юнг считал, что уровень сознания индивидуума не может подняться выше того знания, что доступно на этой планете. Ширила Прабхупада. Нет, это возможно, но при условии, что человек получает знания из авторитетного источника. Предположим, что вы никогда не были в Индии. Но тот, кто был там, может вам рассказать о ней. Возможно, мы не способны увидеть Кришну, но мы можем узнать о нем от того, кто его знает. В Бхагавадгите 8.20 Кришна рассказывает Арджуне о существовании вечной природы. На земле же мы сталкиваемся со временной природой. Здесь все рождается, какое-то время существует, изменяется, стареет и в конце концов разрушается. В материальном мире всему приходит конец. Но существует иной мир, в котором нет разрушения. Хотя у нас нет личного опыта жизни в том мире, получив информацию из авторитетного источника, мы можем узнать о его существовании. Не обязательно убеждаться в этом на собственном опыте. Есть разные уровни сознания, и не всякое знание можно получить через непосредственный опыт. Ученик. Юнг придает жизни на земле огромное значение. По его словам, то, что человек унесет с собой в момент смерти, очень важно. Он пишет, только здесь на земле можно достичь более высокого уровня сознания. Видимо, в этом и заключается метафизическая задача человека. «Поскольку сознание продолжает существовать после смерти человека, очень важно, чтобы за время жизни человека на земле оно возвысилось». Шрила Прабхупада. «Да, сознание должно развиваться. Как сказано в Бхагавадгите, если человек не смог достичь совершенства в йоге или рано умер, его сознание остается с ним, и в следующей жизни он продолжит свой путь с того места, на котором остановился. Его разум восстановится». Татратам Будхи Самйогам Лаббате Паурвадехикам. Бхагавадгита 6.34. Мы видим, что в школе некоторые ученики схватывают все на лету, а другие ничего не понимают. Это доказывает, что сознание переносится из жизни в жизнь. Если человек необычайно разумен, значит он возродил сознание, развитое в прошлых жизнях. И то, что мы пережили не одно рождение, также свидетельствует о бессмертии души. Ученик. Юнг отмечает, что в феномене смерти присутствует парадокс. С точки зрения эго смерть – катастрофа, пугающая и жестокая. Но с точки зрения духа, или души, смерть есть радостное событие. В свете вечности смерть подобна свадьбе. Шрила Прабхупада. Да, для тех, кого ожидает переселение в низшие формы жизни, смерть ужасна. Но для преданного она прекрасна, поскольку преданный возвращается домой, к Богу. Ученик. То есть, смерть для души не всегда радостна? Шрила Прабхупада. Нет. Если человек не развил в себе духовное сознание, сознание Кришны, смерть ужасна. Люди склонны раздуваться от гордости и думать. Мне нет до Бога никакого дела, я независим. Безумцы могут говорить подобные вещи, но после смерти им придется получить новое тело, согласно велению природы. Природа говорит. Дорогой господин, поскольку вы трудились как осел, теперь можете стать ослом. Или, раз вы так любите серфинг, теперь у вас есть возможность стать рыбой. Этими телами нас награждают согласно высшим законам. Кармана Дайва Нэтрена. От того, как мы взаимодействуем с гунами материальной природы, зависит наше будущее тело. Разве можем мы остановить этот процесс? Так действует природа. Если мы подхватили инфекцию, мы обязательно заболеем. Есть три гуны материальной природы. Тама гуна, раджа гуна и сатва гуна. Невежество, страсть и благость. И тело, которое мы получим, зависит от нашего взаимодействия с ними. Как правило, человеческая форма жизни дает нам возможность прогрессировать в сознании Кришны. Особенно, если вы родились в аристократической семье, либо в семье брахманов, интеллектуалов, либо у вайшнавов, преданных. Ученик. Несмотря на многие интересные мысли, Юнг, похоже, был достаточно слабо знаком с индийской философией. Он не знал, что у самсары, круговорота рождений и смертей, хотя она и кажется бесконечной, есть своя цель. По всей видимости, не знал он и обещания Кришны, данного им в Бхагавадгите, где Господь говорит, что человек сможет преодолеть земное существование, вручив себя ему. Ширила Прабхупада. Преодолеть земное существование значит войти в духовный мир. Душа вечно и может переходить из одной атмосферы в другую. Кришна ясно говорит об этом в Бхагавадгите. 4.9. Тот, кто знает божественную природу моего явлений и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители, о Арджуна. Те, кто остается в круговороте рождения и смерти, меняют одно материальное тело за другим. Но тот, кто обладает сознанием Кришны, отправляется к Кришне. Он не получает нового материального тела. Ученик. Шри Кришна неоднократно говорит об этом в Бхагавадгите. Шрила Прабхупада. Тот, кто не завидует Кришне, принимает его наставления, вручает себя Господу и так постигает его. Для такого человека это последнее рождение в материальном мире. Однако завистники продолжают переселяться из одного тела в другое. Ученик. Вот что Юнг пишет о карме. Ключевой вопрос в том, сам ли человек создает свою карму. Если да, то уготованная человеку судьба, с которой он приходит в эту жизнь, есть итог его прошлых жизней. А значит, он как личность существовал еще до этой жизни. Однако, если это не так, и человек в момент рождения получает некую безличную карму, тогда перевоплощается именно эта карма, а не сама личность. Шрила Прабхупада. Карма всегда индивидуальна. Ученик. Юнг говорит, что ученики Будды дважды спрашивали у своего учителя, индивидуальна ли карма человека или нет. И оба раза он уходил от ответа, отказываясь это обсуждать. Будда сказал, что это не поможет человеку избавиться от иллюзии существования. Шрила Прабхупада. Будда отказывался отвечать, потому что в его учении ничего не говорилось о душе. Он не признавал ее индивидуальности. Если вы отрицаете индивидуальность души, вопрос об индивидуальной карме отпадает сам собой. Будда избегал этого вопроса, поскольку хотел скрыть несостоятельность своей философии. Ученик. Юнг так формулирует свой вопрос. «Жил ли я в прошлом как отдельная личность и продвинулся ли в этой жизни настолько, чтобы наконец вплотную приблизиться к поискам ответа на этот вопрос?» Шрила Прабхупада. Как мы уже говорили, все это объясняется в Бхагавадгите. 6.43. Татратам Будхи Самйогам Лабхаты Паурва Дехикам. В очередном рождении в нем вновь просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях. И человек снова пытается достичь совершенства. Ученик. Юнг продолжает. «Я думаю, что жил раньше и тогда столкнулся с вопросами, на которые так и не нашел ответа. Мне пришлось родиться снова, чтобы исполнить предначертанное мне». Шрила Прабхупада. «Это верно?» Ученик. «Когда я умру, все, что я сделал, последует за мной. Таково мое понимание». Шрила Прабхупада. «Это индивидуальная карма». Ученик. Юнг продолжает. «Я заберу с собой все, что сделал, а пока нужно позаботиться о том, чтобы в конце не остаться с пустыми руками». Шрила Прабхупада. «Если вы постоянно прогрессируете в сознании Кришны, к концу жизни вы не останетесь с пустыми руками». Завершенность означает возвращение домой, к Богу. Это возвращение не пустота. Вайшнавы стремятся не к пустоте. Наша цель – вечная жизнь с Кришной. Материалисты считают, что в конце жизни все обратится в пустоту, и поэтому они рассуждают так. «Пока мы живы, нужно наслаждаться как можно больше». Вот почему сутью материальной жизни являются чувственные наслаждения. Материалисты помешаны на чувственных наслаждениях. Ученик. Юнг считал, что перерождение – следствие кармы, эгоистических поступков. Он пишет. «Если карма не исчерпана, к душе возвращаются желания, и она воплощается снова. Возможно, она поступает так, осознавая, что ее дело осталось незавершенным. Что касается меня, то причиной моего появления на свет была, скорее всего, страсть к познанию, поскольку это самая сильная черта моей природы». Шрила Прабхупада. Знание, к которому он так стремится, есть постижение Кришны. Кришна объясняет в Бхагавадгите. 7.19. Бахунам джанманам анте, джнанаван мам прападья те, васуды вах сарвам ити, самах атма судур лапха. Знание достигает совершенства, когда человек осознает, что Кришна есть все сущее. На этом его материальные странствия заканчиваются. Тьяктва дыхам пунар джанман айти. Бхагавадгита 4.9. Если же ваше понимание Кришны неполно, Кришна даст вам необходимое наставление, благодаря которым вы сможете познать его полностью. В седьмой главе Бхагавадгиты Кришна говорит. А теперь отбрось все сомнения и услышь, как меня можно постичь во всей полноте. Если мы постигнем Кришну полностью, в следующей жизни мы родимся в духовном мире. Ученик. Юнг говорил о понятии маски, что похоже соответствует тому, что мы называем ложным эго. Он пишет. Маска – это система адаптации индивидуама к миру, способ ее взаимодействия с миром. Профессор, к примеру, обладает собственной лишь для него характерной маской. Опасность, однако, состоит в том, что люди отождествляют себя со своими масками. Профессор со своим учебником, тенор со своим голосом. Немного утрируя, можно сказать, что маска – это то, чем мы на самом деле не являемся, но с чем вместе с другими людьми отождествляем себя. Шрила Прабхупада. Наша настоящая маска – вечный слуга Господа. Такова духовная концепция жизни. И когда человек понимает это, маска становится его спасением и совершенством. Но имея материальное представление о жизни, он носит маску слуги семьи, общества, тела, нации, идеала и так далее. И в том, и в другом случае маска есть, от нее никуда не деться, но правильная позиция заключается в понимании того, что я – вечный слуга Кришны. Пока у человека сохраняются материальные представления о жизни, он будет действовать под влиянием иллюзии ложного эго, думая «я американец», «я индус» и так далее. Так действует ложное эго. В действительности же мы – слуги Бога. Говоря ложное эго, мы подразумеваем, что существует истинное, чистое эго. Тот, чье эго чисто, понимает, что он слуга Кришны. Ученик. С точки зрения Юнга, цель психоанализа – подойти вплотную к нашей подсознательной теневой личности. Тогда мы сможем в совершенстве понять, кто мы. Шрила Прабхупада. Это признак обретения истинного знания. Придя к Шри Чайтанье Махапрабу, Санатана Гасвами спросил, «Пожалуйста, открой мне, кто я. Чтобы понять свою истинную сущность, нам нужна помощь гуру». Ученик. Юнг говорит, что в теневой личности каждого мужчины есть немного от женщины, а в женщине немного от мужчины. «И поскольку мы подавляем в себе эти аспекты личности, мы не понимаем мотивов своих поступков». Шрила Прабхупада. «Мы говорим, что каждое живое существо имеет женскую природу – прокрити. Прокрити значит женская, а пуруша – мужская. Хотя все мы прокрити, в материальном мире мы изображаем из себя пуруш. Поскольку дживатма, индивидуальная душа, имеет склонность наслаждаться, как мужчина. Иногда ее называют пуруша. Мы изображаем из себя пуруш. Но на самом деле она – прокрити. Термин прокрити указывает на подчиненное положение, а пуруша – на господствующее. Единственный господин – это Кришна, потому что изначально все мы женщины. Однако под влиянием иллюзии мы пытаемся стать мужчинами, наслаждающимися. Это называется майей. Кришне, изначально имеющие женскую природу, живое существо пытается подражать верховному мужчине – Кришне. Но возродив в себе изначальное сознание, оно понимает, что является не господином, а слугой. Ученик. Вот что Юнг пишет о душе. Если человеческая душа существует, она должна быть чем-то невообразимо сложным и многообразным. И потому к ее пониманию невозможно приблизиться при помощи обычной психологии инстинкта. Шрила Прабхупада. По мнению Чайтани Махапрабу, постичь душу можно в процессе обучения. Следует понять, что мы не брахманы, интеллектуалы, не кшатри и правители, не саньяси, люди, отрекшиеся от мира, не брамачари, ученики, хранящие целебат, не кто-либо еще. Через отрицание мы можем понять, я не то, я не это. Но кто же тогда я? Чайтани Махапрабу говорит. Гопи Бхартук Пада Камала Йор Даса Дасану Дасах. Я слуга, слуги, слуги Кришны, покровителя Гопи, пастушек Вриндавана, самых дорогих ему слуг. Такова наша истинная природа. Пока мы не осознаем, что являемся вечными слугами Кришны, мы будем ошибочно считать себя кем-то еще. Бхакти, преданное служение, есть то самое средство, которое поможет нам избавиться от ложных отождествлений. Ученик. Что касается души, Юнг пишет. Я могу лишь с изумлением и трепетом взирать на всю глубину и высоту нашей душевной природы. Ее неизмеримая вселенная таит в себе неисчислимое множество образов, накопленных за миллионы лет. Шрила Прабхупада. Поскольку мы постоянно меняем тела, переходя из одного в другое, у нас накапливаются различные впечатления. Однако, если мы утвердились в сознании Кришны, мы больше не меняемся. От этого непостоянства не остается и следа, стоит нам понять свою истинную сущность. Я слуга Кришны и мой долг служить Ему. Выслушав Бхагавадгиту, Арджуна осознал это и сказал Шри Кришне. Дорогой Кришна, о непогрешимый, все мои заблуждения теперь рассеялись, и Твоей милостью ко мне вернулась память. Сомнения покинули меня, и я преисполнен решимости действовать так, как Ты мне велишь. Бхагавадгита, 18.73 К такому выводу пришел Арджуна после того, как выслушал Бхагавадгиту. И по милости Кришны, его иллюзии рассеялись. Арджуна утвердился в своем изначальном положении. Что же оно из себя представляет? «Каришье ваченамтава» «Я сделаю все, что Ты велишь». В начале Бхагавадгиты Кришна велел Арджуне сражаться, но Тот отказался. В конце же иллюзии Арджуны рассеялись, и он утвердился в своем изначальном положении. Итак, наше совершенство в исполнении указаний Кришны. Ученик. Юнг говорит, что мировые религии говорят о пяти видах перерождения. Один из них — метемпсихоз, переселение души. И согласно этому представлению, жизнь личности продолжается, проходя через разные виды телесного бытия. Или, если взглянуть на это иначе, жизнь есть последовательность различных воплощений. При этом нет никакой уверенности, что при перерождении личность остается той же. Возможно, непрерывно лишь карма. Личность существует всегда, и телесные изменения ее не затрагивают. Однако она судит о себе на основе тела. К примеру, пребывая в теле собаки, душа осознает себя в соответствии со своим телом. И думает, я собака, и у меня здесь свои дела. В человеческом обществе господствуют такие же представления. К примеру, человек, родившийся в Америке, думает, я американец, и у меня есть свои обязанности. Личность может проявляться в соответствии с телом, но существует всегда. Ученик. Но остается ли личность той же самой? Прабхупада. Конечно, личность остается той же самой. В момент смерти душа переходит в другое грубое тело, вместе со своими умственными и интеллектуальными отождествлениями. Личность получает различные типы тел, но остается той же самой. Ученик. Это соответствует второму типу перерождения, реинкарнации. Юнг пишет. Идея перерождения предполагает, что личность продолжает существовать и после смерти. В этой концепции личность человека считается существующей после смерти и обладающей памятью. Иными словами, когда человек воплощается или рождается, он может вспомнить, по крайней мере теоретически, что уже жил раньше и что эти жизни были его жизнями. Он обладал тем же самым «я», что и в этой жизни. Как правило, реинкарнация подразумевает перерождение в человеческом теле. Шрила Прабхупада. Не обязательно в человеческом. Из Шримад Бхагаватам мы узнаем, что Махараджа Бхарата в следующей жизни стал оленем. Душа меняет тела, как человек, одежду. Человек остается тем же, но одежда может быть другой. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Бхагаватгита 2.22. Когда одежда изнашивается и ее больше нельзя носить, нужно купить другую. Человек остается тем же, но одежду получает в соответствии с ценой, которую способен заплатить. Точно так же вы покупаете новое тело за те деньги, карму, что накопили в этой жизни. В соответствии с кармой вы получаете определенный тип тела. Ученик. Третий тип перерождения называется воскресением, и Юнг отмечает, что оно бывает двух типов. Это может быть воскресение физического тела, как в христианской концепции. Согласно христианской доктрине, когда наступит конец света, грубые тела восстановятся и либо вознесутся в рай, либо попадут в ад. Прабхупада. Это просто глупость. Грубое материальное тело никогда не воскреснет. Во время смерти живое существо покидает материальное тело, и оно начинает разлагаться. Как материальные элементы могут собраться вновь? Ученик. Далее Юнг пишет, что на более высоком уровне воскресения понимается уже не в грубом материальном смысле. Предполагается, что воскресение из мертвых – это вознесение нетленного корпуса Gloriaficationis, тонкого тела, Шрила Прабхупада. Этот тип воскресения применим только Господу и Его представителям. В этом случае возносится не материальное, а духовное тело. Когда Господь является, Он приходит в духовном теле, которое неизменно. В Бхагавадгите Кришна говорит, что миллионы лет назад Он беседовал с Богом Солнца. И Арджуна спрашивает Его, как такое может быть. Кришна отвечает, что хотя Арджуна присутствовал при этом разговоре, Он ничего не помнит об этом. Сохранить память можно только в том случае, если тело не меняется. Смена тела означает забвение. Но тело Господа всецело духовно, а духовное тело не претерпевает изменений. Согласно концепции Майявады, абсолютная истина безлична, а когда она является как личность, ей приходится получать материальное тело. Но тот, кто сведущ в духовной науке, кто принимает учения Бхагавадгиты, тот понимает, что это не так. Кришна особенно подчеркивает. Ава-джананти-мам-мудха-манушьям-тату-ма-шритам. Я являюсь в образе человека, и глупцы думают, что я всего лишь обычный человек. Бхагавадгита 9.11 Однако это не так. Имперсоналисты ничего не знают о духовном теле. Ученик. Четвертый вид перерождения именуется обновлением. И это преобразование смертного существа в бессмертное, телесного в духовное, человеческого в божественное. Широко известны примеры такого изменения, преображения и вознесения Христа, а также взятия на небо Божьей Матери после ее смерти. Прабхупада. Мы говорим, что духовное тело никогда не умирает, однако материальное подвержено разрушению. Нахань-эте-ханья-манэ-шарирэ. Материальное тело разрушается, но духовное тело продолжает существовать и после смерти. Оно не возникает и не уничтожается. Ученик. Но разве в Шримад-бхагаватам нет примеров вознесения на небеса? Разве Арджуна не вознесся? Прабхупада. Да. И Юдхиштхира. Есть много примеров, и прежде всего это относится к самому Кришне и его спутникам. Мы не должны считать их тела материальными. Они вообще не умерли, но в своих телах отправились в высшие миры. Однако без сомнения духовное тело есть у каждого. Ученик. Пятый вид перерождения – косвенный. Юнг называет его участием в трансформационном процессе. Примером этого может служить обряд инициации или получение второго рождения брахманами. Иными словами, пишет Юнг, человек должен быть свидетелем обряда трансформации или принимать в нем участие. Присутствуя во время такого обряда, человек удостаивается божественной милости. Шрила Прабхупада. Да, в первый раз человек рождается от отца и матери, а во второй раз – от духовного учителя и ведического знания. После второго рождения он осознает, что не является материальным телом. Это есть не что иное, как духовное образование. Такое рождение знания или рождение в знании называется двиджей. Вторым рождением. Ученик. До сих пор мы обсуждали автобиографию Юнга. В одной из своих последних книг «Непознанное я» Юнг пишет о смысле религии и о ее роли в современном мире. Он пишет «Смысл религии во взаимоотношениях индивидуума и Бога, христианство, юдаизм, ислам или же в пути спасения и освобождения, буддизм». Из этого основополагающего факта и вытекает вся этика, которая без ответственности личности перед Богом могла бы рассматриваться просто как светская мораль. Прабхупада. Во-первых, из Бхагавадгиты мы узнаем, что невозможно приблизиться к Богу, не очистившись от последствий своих грехов. Только тот, кто находится на уровне чистой благости, может понять Бога и заниматься служением Ему. Из слов Арджуны мы узнаем, что Бог – Парам Брахма Парам Дхама по Витрам Парамам Бхаван. Верховный Брахман – конечная цель, высшая обитель, чистейший. Бхагавадгита 10.2 Парам Брахма указывает на Верховного Брахмана. Каждое живое существо – Брахман, Дух. Но Кришна Парам Брахма – Верховный Брахман. Он также Парам Дхама – высшая обитель всего сущего. Он Павитрам Парамам – чистейший из чистых. Чтобы приблизиться к Павитрам Парамам, человек сам должен быть совершенно чист. Именно для этого необходимы морали и этика. Поэтому в движении сознания Кришны запрещены недозволенный секс, мясоедение, одурманивающие средства и азартные игры – четыре столпа греховной жизни. Избегая этих четырех грехов, мы сможем сохранить чистоту. Сознание Кришны основано на этих принципах. И тот, кто не может следовать им, падает с духовного уровня. Таким образом, чистота – это основной принцип сознания Бога. Она необходима для восстановления наших вечных отношений с Ним. Ученик. В атеистическом коммунизме Юнг видел величайшую угрозу для современного мира. Он писал, «Коммунистическая революция унизила человека гораздо больше, нежели коллективная психология демократии, поскольку отняла у него свободу не только в социальном, но также и в моральном, и в духовном смысле. Государство заняло место Бога, и с этой точки зрения социалистическая диктатура религиозна, а рабское служение государству – разновидность поклонения». Прабхупада. «Да, я согласен с ним. Атеистический коммунизм внес свой вклад в упадок человеческой цивилизации. Считается, что коммунисты верят в равномерное распределение богатства. Согласно нашему пониманию, Господь – Отец. Материальная мать – природа, а живые существа – их дети. Дети имеют право жить за счет Отца. Весь мир принадлежит Верховной Личности Бога, который, как Верховный Отец, поддерживает все живые существа. Но человек должен быть удовлетворен тем, что выделено ему. Согласно Иши Панишад, «Тена тьякта на бхунджитхах». Мы должны довольствоваться отпущенной нам долей, не завидовать другим и не покушаться на их собственность. Не нужно завидовать богатым, поскольку каждый получает свою долю от Верховной Личности Бога. Следовательно, каждый должен быть доволен тем, что получил. С другой стороны, нельзя эксплуатировать других. Человек может родиться в богатой семье, но ему нельзя посягать на чужие права. Богат человек или беден он должен осознавать Бога, признавать его порядок и посвящать всего себя служению ему. Такова философия Шримад Бхагаватам, и об этом же говорит Чайтанья Махапрабу. Мы должны быть довольны тем, что посылает нам Господь, и заботиться о своем продвижении в сознании Кришны. Если мы будем завидовать богатым, у нас возникнет искушение посягнуть на их долю, и таким образом мы отойдем от служения Богу. Суть в том, что каждый, будь он богат или беден, должен служить Богу. Если все будут это делать, во всем мире наступит мир. Ученик. Что касается социалистического государства, Юнг пишет, Цели религии – освобождение от зла, примирение с Богом, воздаяние в загробной жизни и так далее, превращаются в мирские обещания о том, что людям не нужно будет беспокоиться о хлебе насущном, что распределение материальных благ будет справедливым, что в будущем их ждет всеобщее процветание и короткий рабочий день. Иными словами, коммунисты делают акцент на немедленном осязаемом вознаграждении. Прабхупада. Это происходит потому, что они не имеют представления о духовной жизни, а также не понимают, что личность, пребывающая в теле, вечно и духовна. Поэтому их цель – немедленное удовлетворение чувств. Ученик. Однако Юнг считал, что социализм или марксизм не способны заменить религию в ее истинном традиционном понимании. Естественное назначение, для которого изначально существовала религия, невозможно подавить рационалистической или так называемой просветительской критикой Шрила Прабхупада. Цель коммунистов – разрешить все материальные проблемы, чего на самом деле сделать невозможно. Они надеются, что смогут разрешить эти проблемы, но в конце концов все их планы потерпят крах. Коммунисты не знают, в чем состоит истинная цель религии. Невозможно жить без религии. Каждые вещи присущи определенная природа. Например, соль соленая, сахар сладкий, перец острый. Это их неотъемлемые свойства. У живого существа тоже есть неотъемлемое качество, и таким качеством является склонность служить. Независимо от того, коммунист это, верующий капиталист или кто-то еще. Во всех странах люди трудятся, служа своему правительству, капиталистическому или коммунистическому, и не получают от этого никакого подлинного блага. Поэтому мы и говорим, что если люди последуют по стопам Шри Чайтани Махапрабу и станут слугами Кришны, это действительно принесет им счастье. И коммунисты, и капиталисты требуют – служите нам. Но Кришна говорит «Сарват, Гарман, Паритьяджья» «Оставь любое другое служение и просто служи мне, и я освобожу тебя от всех грехов». Бхагавадгита, 18.66 Ученик Юнг считает, что материалистический западный капитализм не способен одержать верх над псевдорелигией такой, как марксизм. Он полагает, что единственный способ, с помощью которого человек может бороться с атеистическим коммунизмом – это принять религию, не имеющую примеси материализма. Он пишет «Во многих странах света люди поняли, что противоядием в этом случае должна стать равная по силе вера иного нематериалистического характера. Таким образом, Юнг понимает, что современный человек отчаянно нуждается в религии, имеющей ясный смысл и приносящей реальную пользу. Он считает, что христианство утратило свою эффективность, поскольку уже не дает того, в чем современный человек больше всего нуждается». Ширила Прабхупада «Религия, не затронутая материализмом, которая возвышается и над марксизмом, и над капитализмом – это движение сознания Кришны. Кришна не имеет никакого отношения ко всяким измам, и наше движение непосредственно связано с Кришной, верховной личностью Бога. Бог требует, чтобы люди вручили себя Ему, и мы учим, но ваше служение направлено не туда, куда нужно, и поэтому вы несчастны. Просто служите Кришне, и вы обретете счастье. Мы не поддерживаем ни коммунизм, ни капитализм, мы также не защищаем псевдорелигии. Нас интересует только Кришна». Ученик Что касается ситуации в обществе, Юнг пишет, «К сожалению, совершенно очевидно, что если индивидуум не возродился духовно, этого не случится и с обществом, поскольку общество – это совокупность индивидуумов, нуждающихся в исправлении». Прабхупада Основа перемен – личность. Сейчас посвящение в сознании Кришны получили лишь немногие, но если большой процент населения возродится к духовной жизни, лицо мира изменится, в этом нет сомнений. Ученик Для Юнга спасение мира состоит в спасении индивидуальной души. «Единственное, что может спасти человека от растворения в массе, это его взаимоотношения с Богом». Юнг писал, «Его личная связь с Богом будет эффективной защитой от этих пагубных влияний». Прабхупада Да, для тех, кто всерьез принял сознание Кришны, ни марксизм, ни какой-нибудь другой изм не представляют опасности. Марксист может принять сознание Кришны, но преданный Кришна никогда не станет марксистом. Это невозможно. В Багавадгите говорится, что философия третьего или четвертого сорта не способна сбить с толку того, кто познал высшее совершенство жизни. Ученик Юнг также считает, что материальный прогресс может стать врагом личности. Он пишет, «Благоприятная с материальной точки зрения обстановка опасна тем, что мы начинаем ждать перемен снаружи, даже таких, которые внешний мир не в состоянии нам обеспечить, а именно глубинных перемен во внутреннем человеке». Прабхупада. Да, все исходит изнутри, из души. Бхактивино Дадхакур и другие великие учителя подтверждают, что материальный прогресс, по сути дела, представляет собой проявление внешней энергии, майи, иллюзии. Мы живем в иллюзии. И так называемые ученые, философы, несмотря на весь материальный прогресс, никогда не поймут Бога и свои взаимоотношения с Ним. Материальный прогресс и материальное знание лишь помеха на пути развития сознания Кришны. Поэтому, ради того, чтобы вести праведную жизнь, мы сводим к минимуму наши потребности. Мы не стремимся к роскошной жизни. Мы считаем, что жизнь предназначена для духовного роста и развития сознания Кришны, а не для материального прогресса. Ученик. Юнг считает, что для глубинных перемен во внутреннем человеке необходим хороший учитель, способный объяснить суть религии. Прабхупада. Да. Согласно указаниям Вет, человеку необходимо найти Гуру, того, кто представляет Бога. Сакша Дхаритвина Самаста Шастра их. Гуру поклоняются как Богу, но сам он никогда не скажет «Я Бог». Хотя ему поклоняются как Богу, он всегда остается его слугой. А Господином всегда остается Господь. Чайтанья Махапрабу просил каждого стать Гуру. Где бы ты ни был, просто стань Гуру и освободи всех людей, погрязших в невежестве. Кто-то может сказать, «Я не слишком образован, как же я могу стать Гуру?» Но Чайтанья Махапрабу говорит, что не обязательно быть ученым, ведь есть столько ученых, которые по сути своей глупцы. Нужно лишь передавать людям наставления Кришны, которые изложены в Бхагавадгите. Любой, кто объясняет Бхагавадгиту, как она есть, может стать Гуру. И если человеку посчастливится встретить такого Гуру, его жизнь увенчается успехом. Ученик. Юнг сокрушается по поводу того, что философия перестала быть образом жизни, как это было в древности. Она стала занятием исключительно интеллектуальным и академическим. Прабхупада. Мы тоже так считаем. Отвлеченные рассуждения сами по себе не имеют никакой ценности. Человек должен иметь непосредственную связь с верховной личностью Бога и, используя весь свой разум, изучать его наставления. Затем он сможет применять эти наставления в повседневной жизни и приносить окружающим благо, обучая их Бхагавадгите. Ученик. С одной стороны, Юнг видит одну интеллектуальную философию, с другой традиционные религии с архаичными ритуалами и представлениями, которые выражают видение мира, вполне приемлемое для средних веков, но непонятное и чуждое современному человеку. Прабхупада. Это происходит потому, что религиозные проповедники попросту превратились в догматиков. У них нет ясного представления о Боге, они лишь отстаивают официальную доктрину. Когда человек сам чего-то не понимает, он не может донести это до других. Однако сознанию Кришны чуждоподобная неразбериха. Сознание Кришны ясно во всех отношениях. Это то самое движение, которого ждал мистер Юнг. Каждый разумный человек должен сотрудничать с этим движением, освобождая человеческое общество от непроглядной тьмы невежества.